Стадион Химик Проект по реконструкции мачта освещения администрация города уже подготовила и работы скоро начнутся. Кроме того, осенью табло перенесут на арку, чтобы освободить место для четырех беговых дорожек. Планируется, что с их строительством, а также ремонтом трибун, инфраструктуры и поле поможет федеральный бюджет. При активном участии главы региона Игоря Михайловича Рудения мы уже провели предварительные переговоры с Министерством спорта России о включении данного объекта в федеральные программы. Массовому спорту в регионе сейчас уделяется особое внимание. В День физкультурника, исполняющий обязанности губернатора Игоря Рудения, поздравил выдающихся спортсменов. По его словам, развитие физкультуры и спорта – одно из приоритетных направлений в работе правительства региона. Значительно в разы усилим поддержку и детского спорта, и физкультурной подготовки, и подготовки наших спортсменов. В рамках мероприятий по обеспечению доступности занятий спортом в Твери администрация города устанавливает уличные тренажеры. Причем выполнять упражнения на свежем воздухе могут и люди с ограниченными возможностями. Очень хорошо, что администрация города, правительство Тверской области, в лице исполняющего обязанности губернатора Тверской области Игоря Рудения, обращают внимание на спорт. Спорт становится более доступным. Доступность спорта – это еще и создание новых зон отдыха. Таких, где люди смогут заниматься скандинавской ходьбой, бегом, ездить на велосипеде или просто гулять. Одним из таких мест должно стать набережной Волги в Пролетарском районе, проход по которой долгое время был закрыт. Было установлено несколько фактов самовольного захвата не только земельных участков, гособственных разграничений, даже береговой полосы. Незаконную лодочную станцию и заборы демонтировали. В итоге пешеходная зона с одного метра расширилась до шести. Сейчас ведется работа по выравниванию территории. В дальнейшем она будет очищена от поросли и благоустроена. Денис Ренов, Телеканал «Пилот».